Всем привет, друзья. Сегодня у меня дисплейный модуль на Mi 9T. По-моему, так он называется. Да, Mi 9T. У меня две штучки есть. В обоих сломанные дисплейные модуля. Такие симпатичные цвета, похожие на ёлочные украшения. Дорогой дисплейный модуль на него достаточно. Стоит 180-190 евро. Вот он у меня в руках. Я его не покупал. Его прислал клиент вместе с телефоном. Итак, снял аппарат с сепаратора только что. Понятно, что надо разогреть, потому что холодный вы его не откройте. Такое ещё не доводилось менять на этой модели дисплейный модуль. Меняю первый раз. Надеюсь, ничего не пропустим. Так, шлифа здесь не должна находиться под крышкой. Два опасных моментов не должно быть. Похоже на стекло. Так, смотрим, что будем делать. Вот этот шлиф у нас находится сбоку. Такой вот короткий. Идёт он у нас здесь. Пристёгивается вот здесь. Давайте снимем нижний модуль. Попробуем пристегнуть дисплей. Если получится, учитывая, что он короткий. Закрою дверь. Магазин трусы. На улице тепло. Поставили столики на террасе. И напротив меня сидят уже клиенты в ресторане. Тон шлиф. Шлиф застёгнул шлиф. По идее, можно попробовать вот так вот пристегнуть. Даже не знаю, телефон включён, нет. Я его поставил на зарядку. Что-то непонятное происходит. Давайте его отстегнём. Производим. Россия. Рыбан. 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 Дом. Рыбан. Подпишем. Дом. Рыбан. Подпишем. Субтитры сделал DimaTorzok Так вот выглядит механизм подъема камеры, которая здесь вот находится у нас пристегнутая Так давайте попробуем включить Субтитры сделал DimaTorzok Включился почти 200 евровый дисплей По буквам бренда уже видно, что качество достаточно высокое Тут стоит у нас отпечаток Говорит нам о том, чтобы мы не закрывали датчик Так, код нам оставил клиент Давайте попробуем набрать Да, качество конечно высокое Так, что мы не закрывали Вот тут у нас фотографии клиента Не будем их смотреть Отключаем аппарат Отключаем батарею Отключаем дисплей Не очень удобная конструкция Вот это вот, когда шлейф подключается к шлейфу Мне кажется не очень надежная Мне кажется не очень надежная Итак, по сути здесь все просто Ставим сейчас на сепаратор Снимаем дисплей, ставим новый И все, ставим на зажимы Сейчас приклеим дисплей Сейчас приклеим дисплей Попробуем камеру Говорят, что очень высококачественная камера на этой модели Итак, друзья, кидаю Mi 9 на сепаратор Телефон стоит что-то около 400 евро вроде Тот красный, который я показывал вначале Это мой Я никак не решусь поменять на нем дисплейный модуль Потому что он дорогой очень Вот Я его купил на запчасти И если поменяю на нем дисплейный модуль Не будет смысла его уже продавать Поэтому Может из него что-нибудь снять Итак, друзья Ставлю пока на паузу Пока сепаратор разогреет дисплейный модуль телефона После этого продолжим Продолжаем снимать Разогрелся дисплейный модуль Так Смотрите продолжение в следующей серии. Решетка верхняя, очень тонкая, можно запросто провтыкать Сняли дисклейный модуль, накрошили немного стекла. Все это я делаю не за столом, когда дисклейк рушится, просто дабы все это снять приходится. Давайте посмотрим что здесь. Тут у нас все заклеено, поролоновые прокладки у нас даже стоят. Мягкие драйвера заклеены, отверстия для оптического датчика. В принципе переносить нечего, дисклейк утилизирую. Защита верхнего динамика, таких тонких я еще не видел. Куда-то она улетела и найти ее будет не так просто. Походу сделаю я это за кадром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощущаем остатки стекла, которые тут у нас. Остались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте посмотрим как он сядет. Лучше конечно это делать без защитного пластика, потому что он реально мешает, теперь я вижу что садится хорошо, ничего не мешает, зажимы обязательно. Здесь вот что-то у нас осталось, здесь у нас кусок стекла. Обязательно нужно будет поставить два зажима снизу, потому что шлейф будет немного мешать плотной посадке дисплейного модуля к каркасу. Итак друзья в принципе можно клеить, единственное куда-то улетела у меня вот верхняя накладка верхнего динамика. Она настолько тонкая, что даже если я её не поставлю, этого в принципе никто не заметит. Но давайте её найдём, отправляюсь на поиски этой ерунды. Пропажа нашлась, почистим её теперь уже другим способом, чтобы она не улетела ещё раз. Реально таких маленьких, тонких, деликатных я ни на одном телефоне ещё не видел. Напрашивается вопрос, а есть ли вообще смысл делать её такой, какова её роль. Если она таких маленьких размеров, ставим её на место. Клей будем наносить, наверное, чёрный, учитывая цвет дисплея и рамки, и учитывая то, что он быстрее высохнет, давайте нанесём чёрный. Вопрос куда и как. Думаю, что будем лепить на дисплейный модуль. Здесь вы можете видеть рамки, куда нам нужно нанести клей. Весь периметр практически одинаковый. Ну, скорее всего, после монтажа вылезут капли какие-то там незначительные. Дождёмся пока он высохнет и будем обрезать скальпелем. Вот так вот. вот поставили решетка на месте пристегиваем шлейф давайте закрутим нижний модуль сразу вот вот ну 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 и всё, пускай вот так он постоит, в принципе тут капли вылезли кое какие, но это мы всё обрежем. Итак друзья, всё готово, на зажимах дисплей постоял у меня пару часов, всё засохло, я всё обрезал, получилось почти идеально. Собираем телефон дальше, камера суперская, очень качественная. Такая вот селфи камера у него. Прикольно конечно всё это наблюдать, интересно насколько надёжный этот механизм. Здесь у нас вот такой винтик стоит, который мы сняли вместе с верхним, прям как на айфонах. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Не самая простая у разборки телефон. Запросто можно что-то перепутать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...